Здравствуйте, я Лена Блинникова, я актриса и режиссер, и я решила дать вам несколько советов в своей профессии. Я уже много лет работаю на озвучание, на дубляже, и на телевидении, фильмы и дублируем, и озвучиваем, и для кинотеатров. Ну, как бы это уже много лет, и у меня есть богатый опыт. Для тех, кто хочет этим заниматься, что я могу посоветовать? Ну, например, есть школы озвучания. Я работаю на киностудии, студии озвучания «Тактраба Продакшн», и у нас там есть школа озвучания, сейчас, которая, к сожалению, не работает в связи с карантином, с ковидом. Но там, как бы, мы даем советы и на практике, на аппаратуре, мы озвучиваем, дублируем фильмы, как бы проходит каждое индивидуальное занятие. Так что, если закончится карантин, добро пожаловать. Для тех, кто не имеет возможности из-за карантина сейчас чем-то заниматься, а вы не профессионал, но вам очень хочется попробовать, что я могу вам посоветовать? Читайте вслух, пишите себя на... записывайте себя, а потом прослушивайте. Как можно больше читайте вслух. У меня одна знакомая, которая сейчас очень много работает на озвучании, прочитала, ну, там, два тома вслух буквально книги, прежде чем решилась это попробовать на практике. И пришла уже технически готова. В общем-то, я не говорю о том, что, конечно, должны быть и актерские особые навыки. Не каждый актер может работать на озвучании, не каждый актер театра, потому что есть яркая индивидуальность актерская, а ты тут должен быть хамелеоном. Ты должен то, что видишь на экране, как бы воплотить уже, как мы говорим, уже все сыграно до нас. Мы должны только как можно ближе и ярче донести то, что уже сделано зрителям. Поэтому, опять же, если вы дома пытаетесь что-то сделать, пытайтесь разные характеры. Вот вы слышите, даже возьмите украинское озвучание, уже готовое, или, ну, какое-нибудь озвучание, и попробуйте повторить то, что люди уже сделали. А потом прослушайте и сравните, насколько вам удалось это. Что еще вам посоветовать? Ну, если вы хотите послушать, посмотреть то, что сделано нашей студией, я недавно, как режиссер, записала для нового канала 4 первых фильма «Гарри Поттера» и 4 фильма «Такси». Вы знаете, это очень яркие работы, интересные. Ну, что я могу вам рассказать о своей именно работе, как актрисы, например. Есть обязательно, когда работаешь, я уже говорила о том, что уже все сыграно до нас. И поэтому в дубляже проще работать. Дубляж — это когда, чем отличается дубляж от озвучки? Озвучание. Вы слышите исходник и сверху как бы перевод. И пишется озвучание на 4 человека, ну, иногда на 5, иногда на 2 человека. То есть там и диапазон должен быть такой, что ты можешь и ребенка сделать, и бабушку сделать. Это тоже надо отбивать. Озвучание мне даже иногда кажется, что актерски это сложнее, чем дубляж. Дубляж — это когда полностью переводится фильм, и пишет актер одну определенную роль. И ты можешь, как режиссер, подобрать этого человека на эту определенную роль. В дубляже ты можешь даже взять человека, который что-то не вговаривает, где-то сцепляет, может быть, немножечко. Потому что в этой роли его герой вот такой вот. Он может быть или, например, Шварценеггер. Взять актера, который вот в басах, очень мощный, очень такой, даже где-то зажатый, как Шварценеггер. Но в озвучке, если человек может только это сделать, он не сможет работать. Поэтому дубляж отличается от озвучания. В дубляже ты должен и смеяться с героем, и плакать с героем. Но ты как бы пишешь своего героя, ты вживаешься в один образ. И я подбираю как режиссер, и именно по психофизике похожего человека, по тембрально, по характеру. Вот. В озвучании, конечно, надо быть универсалом. К нам после школы есть люди, которые закончили нашу школу озвучания. Все координаты вы в конце ролика увидите внизу на экране, куда позвонить, если вы хотите узнать о школе. Если вы хотите уже, вы актер, и хотите попробоваться к нам на студию, тоже координаты вам будут оставлены. У нас есть люди, которые закончили школу, и сейчас успешно работают не только на нашей студии. Ну и на студии там Третьяков, они дублируют на Ледоене. Нет, ну, есть у нас такие люди, поэтому есть куда стремиться. Школа таких дает очень много. Мы работаем не только для нашей студии, мы работаем для, ну, не только наша студия работает для какого-то определенного канала. Мы работаем для разных каналов и для кинотеатров. Поэтому, как бы, вы можете нас услышать не только на каком-то там новом канале. Мы для СВИТ-ТВ, я как режиссер и актриса, писала Мадагаскар. У нас там Руслана Пысенко писала, Андриенко писал. Писала дочка Жени с «Квартала». Потом я еще для них писала, кроме Мадагаскара, какой же еще фильм недавно. Сейчас уже не вспомню, это было немного раньше. Очень интересная работа тоже, мне было очень интересно с ними сотрудничать. Главное, ребята, дерзайте, пробуйте, обращайтесь, и у вас все обязательно получится. Работать надо. Иногда люди, у которых богатые данные, вот приходят к нам на курсы, например, Богом дано и речь, и вроде бы хорошо так начинает, а потом человек останавливается и просто технически читает, не растет. А бывает, приходят с проблемой, но человек работает, и ты видишь, исправляются буковки, есть упражнения, которые можно дать индивидуально каждому, есть, ну, что посоветовать. И человек растет, и потом у нас даже один такой человек уже работает. Вот, хотя начинал очень тяжело. Поэтому трудитесь, пробуйте, дерзайте, обращайтесь. До свидания. Всего вам хорошего.